Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Циклон, накрывший Самару и десятибальные пробки на дорогах, готовы ли коммунальщики капризом погоды? Коммунальная наука, председатели ТСЖ и ЖСК отменялись опытом. Добровольцы не комсомольцы. Кто они, волонтеры 21 века? Снегопад в Самаре продлится еще как минимум сутки, прогнозируют синоптики. Виной всему сильный атлантический циклон, который стремительно накрыл весь регион. Из-за метели на самарских дорогах с самого утра выстроились километровые пробки. Итоги уборки снега за прошедшие сутки обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства. Подробности у нашего корреспондента Ларисы Шалафаст. Для многих самарцев добраться сегодня на работу стало настоящим испытанием. Те, кто выбрали общественный транспорт, потратили примерно 2-3 часа. Примерно столько же ушло у водителей личных авто. Пробки на дорогах Самары достигли 10 баллов. Я на Беземянке только стоял. То есть там на Победе Гагарина? Победа, Гагарин, там все стояло вообще полностью. Да везде, весь город стоит. Ну, у Садова, господи, где угодно. Я думаю, что, наверное, в центре города самые большие пробки сейчас на сегодняшний момент. Впрочем, такая же картина, например, в Москве и Воронеже. В Москве из-за непогоды отменено 44 рейса. У нас воздушный транспорт работает в штатном режиме. С утра была задержка только двух рейсов. Ситуацию с уборкой снега обсудили на совещании в департаменте городского хозяйства. По оперативной информации, на дорогах работали 250 единиц спецтехники и 500 человек муниципального предприятия благоустройства. Вывезли почти 2,5 тысячи тонн снега. Управляющие компании задействовали больше 100 машин и 2,5 тысячи дворников. По оценке первого заместителя главы города Владимира Василенко, этого мало. Темпы уборки нужно наращивать, привлекать дополнительную технику. Кроме того, пора начинать очистку кровель. Вопрос по сосулькам. Это касается всех управляющих компаний и районов. Пожалуйста, вот здесь сегодня административные комиссии районов на крыше всех безжалостно шерфовать, сбивать, убирать и тому подобное. Снега достаточно уже для того, чтобы свыше 40 сантиметров убирать снег с кровли. Мощный циклон начнет отступать уже в среду. Снегопады сменят морозы. Синоптики обещают резкое понижение температуры до минус 23 градусов. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Хочешь, чтобы было хорошо, сделай это сам. Именно такого принципа придерживаются члены ТСЖ, управляя своими домами. Чтобы быть в курсе последних изменений и улучшать качество жизни своих домов, председатели товарищей собрались на шестой городской форум. Сейчас он подходит к концу. На месте работает наш корреспондент Андрей Горгуленко. Ему слово. Буквально в эти минуты заканчивается шестой городской форум ТСЖ ЖСК. Сейчас в Самаре больше тысячи товарищей. С каждым годом их число только растет. Городской форум для председателей ТСЖ – это отличная возможность обменяться опытом с коллегами, пообщаться с городскими властями и узнать последние новости в сфере ЖКХ. Мы пригласили предприятия компании, которые работают в сфере ЖКХ, для того, чтобы они познакомились с председателями ТСЖ, для того, чтобы они предложили свои услуги, такие, как страхование, такие, как заполнение ГИС ЖКХ, такие, как установка счетчиков, ну и другие, для того, чтобы, в общем-то, наладить взаимодействие. Самой обсуждаемой новостью форума стало решение правительства РФ о продлении срока обязательного подключения ТСЖ к государственной электронной системе до 1 января 2018 года. Соответственно, штраф за отсутствие электронной регистрации в следующем году взыматься не будет. И теперь ТСЖ могут в спокойном режиме подготовиться и переходить к работе онлайн для удобства своих жителей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Подробный сюжет о работе форума смотрите в наших следующих выпусках. Национальный инжиниринговый центр появится в Тольятти. Об этом говорили на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин. В сентябре председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал документ о присвоении Тольятти нового статуса. Ожидается, что инвесторы захотят открыть бизнес в Автограде. Среди них будут и предприниматели из других регионов и стран. Предполагается, что уже через два года будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест. А к 2025 году эта цифра превысит 44 тысячи. При этом общий объем инвестиций может достигнуть 150 с лишним миллиардов рублей. Увеличатся и поступления в бюджет региона. Для резидентов предусмотрены налоговые льготы и снижение страховых взносов. Также в Автограде создадут новую образовательную систему. Профессионалов в инженерной сфере будут готовить со школы. Если мы возьмем Аркадская прогрессия или Арокос, да? Арокосмический университет, ну да, сегодня. То у него есть школы, у него есть средне-специальные учебные заведения. Средне-специальные? Которые и школы, которые абсолютно сориентированы на это. Если мы на территории города Тольятти сможем создать такой национальный инженерного центра, то под него к нам будут приходить в том числе промышленные предприятия. Потому что наличие инженерного центра на территории предполагает, что мы сосредоточим такие компетенции, которые позволят решить задачу любой сложности. И уже с этим связаны непосредственно задачи, связаны с подготовкой кадров и переформатированием университета. Далее коротко о других темах дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жители села Рождествено оказались на время отрезаны от Самары. В связи с тяжелой ледовой обстановкой движение омиков прекращено. Сюда на воздушной подушке начнут курсировать после установления плотного ледостава. Водителям пожарных машин и корец скорой помощи хотят разрешить таранить мешающие их проезду хаотично припаркованные автомобили. Такое предложение внесли представители Общественной палаты Российской Федерации. Они считают, что машины МЧС и скорой помощи должны иметь возможность беспрепятственно проезжать во дворе. А нанесенный при этом ущерб автомобилистам должны компенсировать либо они сами, либо их страховые компании. В Нефтегорске в зоопарке замерзают животные. Такая информация появилась в сети интернет. Зоопарк открылся только месяц назад, но уже находится в плачевном состоянии. Посетителей мало, поэтому животных нечем кормить. Вольеры не закрываются. Местные жители говорят, что слышат по ночам, как питомцы скулят и визжат. Проверить тревожную информацию в Нефтегорск отправились волонтеры. Мы будем следить за развитием событий. Более 400 ДТП с участием детей произошло в этом году в Самарской области. Девять со смертельным исходом. Обратить внимание на эту проблему призван областной конкурс детских агитбригад. Его проводит Министерство образования совместно с ГИБДД. В финал вышли 15 команд из детских образовательных учреждений области. Инесса Панченко продолжит. Разрешите представиться. Старший лейтенант Иван Дорошкин. Ох, Иван, вороти дочку царскую. Я не скуп на подарке так. Ведь погибнет моя непослушная. Безопасное движение скутеров и мопедов – такое было задание для команд младшей возрастной группы. Легко, весело и без зубрежки застраховать себя от дорожных происшествий – это одна из основных идей мероприятия. ГИБДД проводит немало акций, направленных на пропаганду безопасности движения. Но этот конкурс, безусловно, самый значимый. Он проходит уже более 10 лет. Мы очень рады тому, что в лице юных инспекторов дорожного движения мы находим таких очень активных и эффективных помощников, которые через различные формы, через стих, песню, танец доводят не только для своих сверстников, но вообще-то дала до всех, до взрослых, информацию о необходимости не только знать правила дорожного движения, но и соблюдать. Конкурс стал для ребят праздником, где они могли проявить максимум творческих способностей. Задача стояла непростая – не только донести материал, но и соблюсти тонкую грань, не обидеть никого из участников дорожного движения. Они сами режиссеры, сами постановщики и актеры. Да, все полезно. И тем более они в будущем будут водителями. И узнать лишние правила, я думаю, это им не помешает. Многие из команд участвуют в конкурсе по нескольку лет. Ребята признаются, что им нравится узнавать правила, которые помогают им в жизни. А ты теперь уже не боишься переходить дорогу? Нет. А почему? Потому что я знаю правила дорожного движения, знаю, где переходить и как переходить. Инесса Панченко, Василий Колдашов. События. Не дня без доброго дела. В Самаре открылся 15-й форум добровольцев. В нем принимает участие более трех тысяч человек со всей области. На площадках форума собрались самые активные участники движения. При этом волонтеров всех возрастов с каждым годом становится все больше. Что же их привлекает, пыталась понять Лариса Шалафаст. На юбилейный форум добровольцев в Самару приехали волонтеры со всего региона. Все они активные участники масштабных праздников, парадов, спортивных соревнований, а также помощники ветеранов и инвалидов. Без добрых дел многие из этих ребят уже себя не представляют. Это дает новое знакомство. Очень много нового для себя открываешь. Кругозор расширяется. И вообще это дает огромное количество позитивных эмоций. Добровольчеству все возрасты покорны. Под девизом «Не дня без доброго дела» живут и сотни волонтеров серебряного возраста. Они также помогали при проведении Олимпийских игр, парада победы и парада памяти. Очень, вот знаете, очень счастливы после мероприятий, после встреч между собой. Это потребность души. Это просто великие люди, а мы все такие в России. Сейчас только в Самарской области насчитывается порядка 30 тысяч волонтеров. И в ряды добровольцев всегда готовы принять новых участников. О важности развития волонтерского движения в России в своем послании Федеральному собранию говорил президент. Он поручил заняться поддержкой добровольческих организаций. В Самарской области уже несколько лет при поддержке правительства региона развивается направление спортивное волонтерство. Открыты два волонтерских центра на базе наших ведущих вузов Самарского университета и Самарского технического университета, которые работают по программе спортивных волонтеров форкомитета и городских волонтеров. Эта деятельность софинансируется из областного бюджета. На торжественной церемонии открытия форума самые активные и инициативные добровольцы получили благодарственные письма губернатора. Теперь волонтеры соберутся на дискуссионных площадках, чтобы поделиться опытом и обсудить планы работы на следующий год. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. И с ними Батька Атаман. Самарское казачье общество отмечает 26 лет своего возрождения. 30 ноября 1990 года состоялось первое собрание казачьего землячества 63 региона. Казаки на своем празднике умело управлялись шашками и пели народные песни. О казачьей культуре Андрей Горгуленко. То есть вот в таком положении шашка была, при выхватке удар наносился практически моментально. Казачья шашка – оружие моментального удара. Специальные сравнения показали, что она быстрее японской катаны на 2 секунды, что в бою огромное преимущество. На выставке казачьей культуры рядом с шашками на гайке ручного изготовления. Анатолий Мишанин был первым в стране, кто делал их с резными рукоятками. Это, я скажу, как подарочный вариант. Она покрыта лаком троекратно. Дерево используется, липа, береза. Если используется в работе, конечно, вещь, скажем, лак отбивается. В работе используются вот такие нагаечки. Это рабочее, можно и бросить. Праздник волжских казаков посвящен сразу нескольким датам. Самые важные – 26-я годовщина начала возрождения казачества в Самаре и 20-летие внесения в госреестр казачьих обществ РФ. С тех пор казаки регулярно охраняют природу, обеспечивают общественный порядок и несут службу в МЧС. А в 16-м году в Самаре открыли собственный казачий кадетский корпус для подготовки молодого поколения к военной службе. Открытие этого корпуса, где действительно продолжается наша смена, это очень большое достижение. Будем надеяться, что корпус будет завоевывать и во всероссийских различных смотрах все новые и новые достижения, новые и новые места. На 17-й год планов тоже немало. Развитие кадетских классов, художественных ансамблей и расширение организации, чтобы показать обществу, что казачество – это надежная опора. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Отсудили 180 миллионов рублей, и фонд капремонта пошел в наступление на должников. Благородство всегда в моде. В Самаре награждает лауреатов одноименные акции. Бизнес нам поможет. За счет меценатов в Самаре отреставрировали 23 фасады. Хотите получать свежий номер Самарской газеты раньше всех, а к тому же бесплатно, легко. Скачивайте приложение для iOS и Android и читайте Самарскую газету там, где это удобно вам. Жизнь города всегда в вашем мобильном. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!